Как избавиться от страха? Использовать его. Идти ему навстречу. Идти навстречу. Осознавая свои эмоции. Использовать как направляющий вектор. Но главное, что это страх, такое переживание, но не давать воле эмоциям. Вот, например, мне пишет какой-то ебнутый чувак. Оскорбление всякие там в адрес Юли. Что она жирная, чтобы, блядь, его блевать тянет, наглядь на нее. Оскорблять ее, меня. Вот. Вот как в этой ситуации контролировать эмоции. И мандраж такой возникает. Блжусь. Убить хочется и страшно, потому что, блядь, убить можно же человека. И сесть в тюрьму. И хочется в ебальник дать. В то же время ты понимаешь, что это какая-то провокация. Ты на эмоциях. Не знаешь, как в этой ситуации быть. Стрелку все равно забиваешь. Посмотрим. Я забил, кстати, стрелку. Правда, это... Он в Киеве живет. Приедет только 16 декабря. Ну вот, есть время осознать. Убрать эти эмоции, проконтролировать. Что мне хочется раздавить, мразь. Что он такие сообщения пишет. Блядь, его даже представить не можете. Такую просто... Он там, боксер и все такое. Мне такое много раз писали раньше. Никто никогда не приезжал, но этот прям голосовые шлет мне с такой яростью и ненавистью к Юле. Как ты, блядь, с этой уродиной жирной? Как ты, ма, блядь, ты, мудак, ты, сука, я пизды дам? Ебануться, блядь. Чего ему, блядь? Вот хочу встретиться с ним, с этим боксером, который приедет на сборы, как он пишет, в Россию, на сборы, в Москву, спортивные, боксерские. Он там и носил ее фотографию, на свою секцию показывал друзьям. Все они проблевались. И он мне это поспешил рассказать об этом. Как она его бесит. Ну, я завязался с ним. Диалог сначала такой добрый. Ну, я очень одобрит, доверительный с ним. Потом подумал, что это просто троллинг. Что это просто какой-то психолог забавляется, пытается спровоцировать меня на эмоции. Да, он писал, что хочет хайпа, приехать снять, как он меня отпиздит. Получить 100к. Абсолютно, ну, как быдло безмозглое. Потом он уже понял, что это настоящий, потому как по голосовым уже. Не, на наше дело боксировать ни с кем не пойду. Если я буду что-то физическое применять, я буду убивать сразу. Давить гидру, блядь, нахуй. Убивать гниду. Так мочить, что, блядь. Никакого там наше дела. По-комфуистски. Я кумфуист. Я сразу глаза выдавливаю, нахуй. Все. Как возможно было, блядь, вот так меня задело. Пробудил он во мне демона, пиздец. Прям, делайся тому. Ну, что ж, не ведитесь. Там. Внутренне такое происходит. Ну, как-то не ведитесь. Я попробовал с ним пообщаться. Ну, думал, сейчас я его расслаблю. Пойму причины его, вот это вот, то, что он мне пишет. А там дальше и дальше. И он зацепил меня, и все. Проснулся демон во мне, и все. Как в майке Тайсоне, опять Эгла проснулась. Я кровью хочу. Ничего с этим поделать не могу. Все, он не засыпает. Демон во мне, все, он проснулся. Это я с вами по-доброму. Потому что, как вы взаимодействуете, вам интересно. Иногда придуриваетесь. Никогда не испытывал никакой ненависти, желание кому-то здесь разбить. А эту хочется раздавить вообще гниду. Вряд ли я это буду сразу делать. Но отбить ему хотя бы ноги, бля. Полу-киками. Я же не боксер. Боксировать не смогу. Я его буду сразу ломать. Пополам. Я ему это не сказал. А он все время только, бля, как он меня пиздит, как он меня вот делает, как он меня размажет, бля. Как он будет долго меня пиздить, добивать. Все это пишет Ира Благословых. С такой яростью и ненавистью. Давно такого уже не получал. Итог и все причины, да, Юля. Вот так он и выяснил. Ну, мальчик, все запишем. Молодец, бля. Ёла. Вообще, таких людей, наверное, надо сдавать. Психушку. Потому что это больной, опасный человек. Для общества. Может быть, мне надо будет. Жалко, что он из Киева. Позорится. Киевских ребят хороших. Каких, нахуй, мне спаррингов. У меня плечо оторвано. Колени вообще не сгибаются. Сесть не могу. Спина, отваля, черт. Уже такой, бля, полуинвалид. Но поломай, сломать, блядь, напополам гниду. Я найду в себе энергию. Сколько бы ему там лет не было, какой бы он не был, боксер. Вот. Жалко, что в Киеве живут такие уебки, бля. Как их туда на сборы попускают, бля, непонятно. Вот. Ну, мне интересен этот процесс, опыт. Что будет? Что в результате приедет? Мое мнение, что приедет просто ничтожество. Убогое, смешное. Потому что, ну, нормальный человек, спортсмен, такое нести не будет никогда. А это настолько безмозглый, блядь. Такое быдло безмозглый абсолютно, блядь. Что за дремо акцентом киевским? Ну, с легким. Не знаю, не хоклятский акцент. У меня очень много друзей в Киеве. Везде по Украине. Всех этих ребят очень люблю. И музыканты, художники. Все охуительные ребята. Блядь, вдруг вот какое-то быдло, которое позорится сейчас, особенно в этой ситуации, когда, блядь, не дай бог. Вот он такой, блядь, мразь. Встречу, поговорю с ним. Он говорить не хочет, он полезет в драку. Ничего, поговорю, заставлю его поговорить. Пообщается. Самому интересно, как, что произойдет со мной, как я себя смогу контролировать эмоции свои. Смотря, как отлупить. То есть, отлупить как бы с помощью, давать помощь человеку, не мстить ему, а пробудить я ему ни разу не угрожал бы. Приезжай, я тебе помогу проснуться. Вылечу тебя. Пару хороших, легких, точных ударов, которые чуть-чуть могут мозг сдвинуть, пошатнуть, он уже с другими глазами проснется, с глазами ребенка. Такое тоже бывает. Бывает. Надо просто понимать, за что. А-то на эмоциях, у меня нет никаких эмоций. Но тут явно нужно человеку помогать. А-то он сделал на эмоциях, летишь на человека, и потом жалейшь об этом. У меня нет никакой. К сожалению, я не проявлял надолго эмоции. А потом просто, даже не эмоции было, просто проснулся, демон, и все. Хороший, очень мудрый, токсичный демон, который никому не причинит вреда, а он только помогает. Лекарства дает. Понимаете, одно дело вечера носить людям, вредить им, другое дело помогать. Потому что других способов он не знает. Только на его языке. На языке его бокса, быдла, вот этого. Бокса, быдла. нет задачи разъебать. Задача показать ему, кто он есть, в каком он находится месте сейчас, что он запутался. как бы я помог пробудиться, не знаю. Посмотрим, как сердце подскажет. Почему? Потому что я предложил, говорю, ты хватит ругаться. Хватит, ну, что-то так, давай лучше приезжай в гости. да, приеду, разъебу тебя. И началось. А как-нибудь выложу переписку, только после такой встречи с ним. Если какой-то интересный будет момент, который мы можем разобрать, какой-то анализ сделать. Да, он писал, я тебя басу, в рот насру. Юля басит. Мне такой примерно писали уже, не нарисовывались, не приезжали. Я всех говорю, приезжай. Была смешная картина, приехал человек с пирожками. Вместо ножа, который он мне писал, что он с ножом меня зарежет, он уже его точит. Выходит из машины убогий с пирожками. Я пирожков вам купил. Оказалось, что это все просто пьяный его бред. Но этот был не пьяный. он не успокоится, он такое быдло, у него совсем эго, его тащит впереди. Он не соображает ничего. Он не слышит, что ему говорят. Я говорю, Юля, ее очень многие любят, она очень многим нравится, потому что нежный, добрый, приятный человек, с которым комфортно, чувствуешь себя в душевном спокойствии, радости. Бля, как ты можешь ее, она же жирная. Бля, какой ты мой дак, бля, я бы въебал, обоссал бы ее. Вот так вот, голосовыми. очень искренне пишет. То есть совершенно, бля, все, он съехавший. И причем такая грыша у него, бля, вот так вот, долго, беспрерывно, вообще, как начал, бля, я думал, сначала это жесткий троллинг, потом, зачем, незачем, у меня есть свой внутренний кодекс. пройду мимо такого больного и начну кого-то другого зацепить.